Привет, я Рой Джонс младший. Сегодня вы увидите самые лучшие мои нокауты. Меня победил великий Рой Джонс. Джонс против Харриса, Атлантик Сити, 5 декабря 1992 года. Рой Джонс, и есть Рой Джонс. Это великолепный парень. После его неудачи в финале Олимпийских игр против корейского боксера, сегодня, видимо, начнется карьера его снова. Посмотрите, уже нокдаун, буквально на первых секундах. Это невероятно. Возможно, это начало будущего. Посмотрите на его быстрые руки. Это просто невероятно. Его просто невозможно сравнить ни с кем. По быстрой смене комбинаций. Джонс пытается пробить корпус своего противника. И, тем не менее, пытается найти его слабое место. Харрис все равно пытается как-то уйти в сторону, но, тем не менее, Джонс его достает одним и другим ударом. Посмотрите, как это делается. Невероятно. Харрис никогда не получал таких ударов. Великолепные удары. Просто невероятно. Что происходит? Джонс пытается потихоньку прижать своего противника к канатам. Этому удается один-два удара апперкот. Справа, слева. Меньше чем за минуту, Джонс нанет 70 мощных ударов, из которых 13 достигли цели. А Харрис удалось нанести только два удара из 25 попыток. Великолепный хук слева. И, наконец-то, он снова на полу. Нет, Харрис продолжает борьбу. Он готов. Посмотрите еще раз, как все это было. Хотя, второй раунд уже заканчивается. Великолепное мастерство против настоящего класса. Харрис осарашен и идет в угол Джонса. А пока его рефери не направляет в свой собственный угол. Его там встречают. Если перед тобой, Рой Джонс, не зевай. Только я сказал, не зевай. И Рой только что породил левым хуком. Харрис снова пошатывается. У Роя очень быстрые руки. Харрису просто не удается вернуться от ударов. Еще один кросс справа. У Харриса снова проблемы. Сможет ли Харрис продержаться четвертый раунд без нокдауна? Вот и все. Рефери его поднимает. Этот парень просто излучает мощь. Вы заметили хук слева, который он нанес только что? Это просто невероятно. Смотрите, какая их комбинация, какая скорость. Раз, два, три. Четыре хука слева. За ним даже сложно уследить. Так не может долго продолжаться. Эта серия мощнейших ударов заставила Харрису упасть. Но что делать против парня, который весит 164 фунта? Судья прекращает это избиение. В течение четырех раундов Рой Джонс бил Перси Харриса. Он победил. Джонс против Улфа, Лас-Вегас, 13 февраля 1993 года. Рой знает, что если ты поднялся до такого уровня, то ты тоже не только побеждает, но и выглядишь победителем. Это просто сводит с ума противника. Есть шанс, что он просто не захочет выходить на ринг. И всех волнует вопрос, может ли Рой Джонс вернуть престиж и блеск к чемпионату в среднем весе. Сегодня вечером мы это узнаем. Вспомните, что Глен Вулф в 131 предыдущем раунде ни разу не отправился ни в нокдаун, ни в нокаут. А Рой Джонс провел 19 нокдаунов, 15 из которых в первых пяти раундах. Обычно он стремится нокутировать противника в первых четырех раундах. Если он будет также отсиживаться в защите, это путь означает, что Вулф выбрал правильную тактику. Короткий снизу, слева, и Вулф слегка ошарашен. И тут же удар сверху. Глен Вулф еще ни разу не был в нокауте. Но ему еще никогда не приходилось встречаться с боксером весом 164 фунта, такой мощи, как Рой Джонс. Кажется, Джонс уже размялся. Джонс только что нанес четыре хука слева. Менее чем за секунду. Какой хук слева снизу проводит Рой. Джонс просто опускает руки и уходит. А Глену Вулфу уже, по-моему, хватит. Давайте посмотрим, какой удар оказался решающим для Вулфа. Был ли он нанесен по правилам? Вот удар в корпус, а не ниже. У Роя просто невероятная сила удара. Все мы знаем, что у Глену Вулфа бетонная челюсть. Но, видимо, у него сегодня оказался стеклянный живот. Меня спрашивают, почему я так сделал. А потому что я просто видел, что парень ждал хука слева, а это мой коронный удар. Поэтому я сделал все, что мог, чтобы его провести. По-моему, у меня получилось. Возможно, это будущая суперзвезда мирового значения. Джонс против Малинги. Бэй Сент-Луис. 14 августа 1993 года. Если в предыдущих боях Рой выглядел немного расслабленным, то сегодня он решил показать просто всем шоу, что такое настоящий парень, и который может разбить своего противника в самом первом раунде. Великолепный хук слева. Рой Джонс пытается найти у парня слабое место. Не, ну любой нокаут, который производит Метис Малинга, это просто невозможно. Он никогда не попадал в нокауты. Сегодня Джонсу придется непросто, но он пытается не только доказать свою мощь, но и показать себя шоуменом и настоящим боксером. Прекрасные удары. Но пока что у него ничего не проходит. Дело в том, что Рой пытается носить удары под разными углами. Это ему позволяет его скорость. Великолепные комбинации. Хотя Малинга тоже на чеку, и в любой момент может ответить прекрасной комбинацией удара. Посмотрите, что там происходит. Когда вы смотрите на этого парня, вы должны вспомнить Джеймса Тони, с которым придется встречаться, видимо, Рой Джонс, если он победит Малингу. Но Джонс, по-моему, уже сам пытается уйти в сторону. Нет, он пытается добить Малингу. Хотя Малинга тоже не сдается. Прекрасный удар левой. Похоже, Малинга уже не в себе. Он ошарашен, но, тем не менее, он не собирается уходить с ринга побежденным. И, тем не менее, смотря на такую защиту Малинги, Джонс наносит целую серию ударов. Посмотрите, что это такое. Это просто избиение. Да, неужели все закончится во втором раунде? Малинга уже шатается. Его только надо добить. Больше ничего. Постарайся делать все возможное. Бой продолжается. Малинга наносит левый. Прекрасный удар, но у него ничего не выходит. И его снова прижимают канатом, от которых он так пытается оторваться. Нечто подобное было в матче с Далахой, потому что у Рэя Джонса не только удар в челюсть великолепный, но и удары по корпусу делают ему честь. Еще один удар справой. И потом слева. Великолепное падение. Что же делать? Неужели он встанет? Малинга пытается встать. За всю карьеру он только пару раз падал в нокдаун. И то, за последние 10 боев, такого никогда не было. Посмотрите, какой удар. Невероятные рефлексы, невероятная скорость удара. И в шестом раунде Малинга падает на ковер. Такого не было в его последних 10 боях. Но это один сый бой с Роем Джонсом. Рой, что для тебя значит этот бой в твоей карьере? Ты хотел достичь уровня 168 фунтов и побороться с Джеймсом Тони. Вы знаете, для меня все равно, с кем бороться. Меня не волнует ни вес, ни сами боксеры. Я чемпион. Я всех порву. И не важно, где это будет и когда. Джонс против Берда. Пенсакола. 18 марта 1995 года. Флорида. Самое великолепное, что мы знаем о Рои Джонсе, это то, что он всегда проверяет своих противников на вшивость. Он всегда любит почувствовать подбородок противника. Может он выдержать удар или нет. И поэтому он пытается нанести удар с правой, для того, чтобы потом знать, когда нанести его любимый хук слева. Посмотрите, он это сейчас и делает. Прямые удары правой. Великолепно. Какие мощные удары. Неужели так все быстро произошло? Но надо отдать должную Берду. Несмотря на то, что он здорово получил, он готов продолжать бой. Надо сказать, что у него немного шансов, но тем не менее посмотрим, может быть, он чего-то добьется. Неужели это будет нокаут уже в первом раунде? Великолепное и ужасное зрелище. Он получил по заслугам. Очень многие противники Роя всегда удивляются его великолепной скорости и быстроте комбинации. Невероятно, но Берд все-таки снова на ковре и получает опять же «Да». Теперь уже рефери приходится разнимать боксеров. Он снова победил, он снова чемпион. Никаких, к сожалению, так бывает. Побеждает сильнейший. Мощнейшие удары. И Берд, конечно, пропустил. Да, надо отдать ему должную. Он все-таки молодец. Он держался сколько смог. Но удержать Роя Джонса невозможно. Это просто невероятно. Столько ударов за несколько секунд. Если кто-то хотел найти лучшую перчатку в мире, посмотрите на Роя Джонса.